Привет! Что-то подзависла я со второй частью слепых затестов от Марины из Новосибирска, а ведь давненько я уже их ношу, знаю, кое-что из них почти люблю, и никак не могу добраться до записи. Вот 7.11, 7.11 in the morning, пятница, и я решила, что пора бы это все-таки доздать, последнюю часть слепых затестов. Шесть штук у меня, и я их, наверное, вот, ну, неделю уже разнашиваю, но последние дни я их не трогала, и сейчас я по новой как будто бы вообще ничего про них не помню, заметки свои специально заранее не читала, и попробую, может быть, как-то будут меняться ощущения от ароматов именно с чистого листа как будто бы. Старт. Я помню это ощущение, я его записала. Сначала пахнет очень явно сладким, массандровским, мускатом, кагором, портвейном. То есть очень красивый, плотный, сладкий алкогольный старт, который не воняет химозой, не воняет алкоголем, но пахнет именно чем-то вкусным, виноградным и очень таким сиропным. И потом эта пряность тёплая усаживается в... уже помню, я вспомнила этот аромат. Вот, кстати говоря, такой старт, если бы он был подольше, вот этот момент алкогольный, красивого сладкого вина, но он уходит довольно быстро в розу ут пачули. Я думаю, что скорее это роза ут. Для арабов это слишком аккуратно. Подобный... подобную подачу я видела и встречала в Гарем Суаре, моем любимом от арты профуми. Этот аромат тоже пришёл от Марины несколько месяцев назад, я его горячо люблю. И вот здесь вот это же ощущение роскоши, полноводного, полнотелого аромата, где все частоты заполнены чем-то. Он очень информативный, он очень переливчатый. И вот в этом профиле роза ут пачули, ну даже роза ут, опять же, я вернусь. Пачули я как таковых тут не слышу. Я думаю, чем, каким же ароматом у меня закрыта потребность в этом профиле. Да, лирика Муаженский – это не роза ут. Для меня это роза ангелика и ладан. Но вот это ощущение плотности, тяжести хорошей, плотного, хорошего, как тяжёлая шуба натуральная, вот такое от него ощущение аромата, вот это ощущение для меня очень относит к лирику. То есть это тоже розный аромат, но он, по сравнению с лириком, он, конечно, очень сильно в такую классическо-арабскую розаудовую историю. А лирик всё-таки, он не так выраженно восточен. Так, читаю свои заметки. Восточная роскошь. Амбра аля Герем Суаре, но поцветочнее, позеленее. Начинается массандровский мускат, вот да, болгарское розовое масло. Вот есть, кстати, вот эта болгарская роза, такое вот ощущение, очень прямолинейные розы. Осенний, вечерний, роскошный, очень стойкий. В усадке. В усадке традиционная роза пачули-ут для арабов слишком умеренно сделана. Вот поддерживаю коллегу саму себя. Слишком, он слишком аккуратен, он слишком ювелирно сделан. То есть если бы это был арабский парфюм классический, как я знаю, да, арабскую парфюмерию, например, в моём понимании, это было бы гораздо более, не алиповато, это тоже неуважительное слово, гораздо более ярко. Здесь всё-таки у этого есть лёгкий европейский, европейская сдержанность такая. Но идея арабская. Такого очень много. Я этому профилю предпочитаю другую розу. Вот про лирик тоже пишу. Но, кстати, вот дальше я дописываю, что этот, но вот этот именно аромат, он с лириком не похож. Он скорее похож с эпиком, если говорить про розы от Амуаш. Как раз вот такой восток, арабство, отмена арабства здесь вот произошла, где вот это вроде бы очень такое всё южное, но оно очень умеренное. Это правда, вот больше похоже на эпик. То есть здесь зеленца вот это вот есть, но всё равно я слушаю, когда его в носке, он, конечно, безусловно, не зелёный, а именно розно-удовый. Давайте глянем. Глянем ли чоли, номер семь. Ляма, ах ты, это мини-то Роса. Роза, а Уда здесь нет, и Пачули здесь нет. А всё-таки это Роза Пачули, а я склонилась к Розе Уду. Окей, Роза Бессмертник, Пачули. Окей. Ну вот европейство и чувствуется. Итальянский бренд, он всё-таки вот по-арабски совсем громогласно делать бы не смог, и слава богу. Очень носибельная вещь, ищу пока восьмой. Очень носибельная вещь, мхо на такие... Ну, это не кэжуал, конечно, как вы получите вся мемонитороса, да? А куда я делаю? Отработанный-то от Ливана. А, вот он. Короче. Ощмёрка. Вообще ничего не помню про него, а сейчас как вспомню, как вспомню. Вспомнила. Короче. Сначала мне абсолютно было вообще непонятно, что это. Но со временем у меня выстроилось в голове, на что это похоже, и на это мне стало легче опираться. Потому что это похоже на моего новичка Ниссиан от Парфам де Морли. И это означает, что по логике вещей, и Ноздри, в общем-то, подтверждает это, что это пачули с лабданомом. Но Ниссиан более праздничный. Здесь всё-таки картинка... Ну, я вполне... Мне кажется, он больше мужской. Хотя абсолютно, ну, то есть для меня это, ну... Меня бы это вообще не остановило. Всё пишу. Свежий, пряный, сладкий, набирает мощь в носке. Вот. Пишу Ниссиан с более выраженным удом. Ну, вот опять не мерещится уд. Ну, шо я сделаю? Окей. Уд уже навяз в зубах. Но давайте скажем так. Древесность. Ферментированность легкая. Но без йода. А я считаю, что это лабданом такой. Либо это такой просто ладан. Но у меня с ладаном, я уже про это говорила, у меня с ладаной нотой вообще некоторые недопонимания. Потому что я могу распознать холодный невоскоренный ладан, как, например, в Копполазур. Там, где очень выраженный холодный ладан. Как знаете в чём? В макаке от зоологиста. Там, где холодный, прямо ледяной ладан. Как в розариуме от этой шампании. Как в Сабель Ньюи от Армани Привей. То есть очень большое количество ароматов, которые для меня между собой похожи. Я их не очень люблю. Но вот этот тон холодного ладана я распознаю. А вот когда тёплый курящийся, он уже настолько бывает иногда интенсивно оттенён чем-то ещё. Каким-то цветком, который встраивается примерно в это же звучание. Ты уже не понимаешь, это так пахнет цветок или это так пахнет. Ну, то есть, в общем-то, нет необходимости бить на ноты. Мы картинку считываем вообще. Затрудняюсь вообще. Ну, то есть, я думаю, что это, конечно, ниша. Я думаю, что это скорее юнисекс. Ну, как-то я даже вообще ничего не могу сказать. То есть, ну, мне даже зацепиться не за что здесь. Потому что, ну, аромат и аромат. Такой неплохой, пряненький, хорошенький, стильный. Если бы от кого-то так пахло. Вот если бы я такое в шлейфе нашла у кого-то, было бы ощущение, что это начинающий не шлиф за тенек. Начинающий. То есть, это не говно. Это очень аккуратно, очень носибельно и гуманно. Кожица какая-то полезла. Но тоже все очень пряное. Без лишней анималики вообще. Восьмой. Восьмой аромат. А это Истуар и Реверан. Окей. Все-таки это Уд, Пачулия. И никакого Лабданума, да? А это Лаванда так звучит? А мне казалось, это Лабданума. Интересно. Хороший. Вы знаете, к Стуарам вообще имею вопрос. Я из Стуаров знаю, наверное, ну, в носке у меня нет ничего. То есть, ничего на меня не село. Так, чтобы я хотела офлаконить тем более, даже в пробниках. Ну, наверное, штук пять я гоняла той или иной интенсивности. Ну, не знаю я. Мне каждый раз как будто не хватает выраженности идеи. Мне хочется более, не то что громогласного высказывания, более, понимаете, так, семь-восемь, девятку еще, более оформленной идеи. Они всегда как бы вот чуть-чуть вокруг. Возможно, я вообще не по европейской парфюмерии думаю. Я чего я танцы так вот не люблю. Вот за то же самое. Так, а ну-ка. А ну-ка, девочки. А ну-ка, девять. О, да, я вспомнила. Короче, это мятная зубная паста, даже зубной порошок. И жесткая гнилостная гордения. Гордению можно сделать хорошенькой. И можно сделать такой парфюмерной, милой, цветочной. Здесь нет. Она звучит. Но. Это быстро проходит. Я вообще потом со временем забываю о том, что это вообще гордения была. И зубной порошок очень отчетливо. Он не дешевый. Он просто такой. Зубной порошок. VIP. Luxury. Select. VSLP. И теплые-теплые цветы. Вот эта гордениевая штука, она ушла. Но она была, блин, ее ни с чем не перепутаешь. Это девятка. Убойная гнилостная, как в фигменте женском. Да, фигмент женский, а муашь. Но быстро уходит. Идрит. И остается сладкая, благородная, мятная. Вот, кстати, больше даже и в старых заметках, и сейчас ничего больше сказать не могу. Вот здесь. Древесный. Очень умеренной цветочности. Юнисекс. Аромат. Слушайте. Кстати, я по поводу пола. Здесь и не указано, да. А для мужчин и женщин. Все предыдущие были помечены, как юнисекс. Ну, в общем-то, ниша и есть ниша. Да, что тут чудо-то искать. Да, все пока и указано, как юнисекс. Здесь это тоже, конечно же, юнисекс, но, кстати, он прямо асексуальный. То есть он такой, как будто бы без писи совсем. Сейчас, прикиньте, а гордений вообще нет их в помине. Хуарьё. Это монодиория. Что? Естественно, нет никакой гордений. Удалы. Серьезно. И мяты никакой нет. Это пятигрейн. А с мантус... Ну, я ведь девя... Я тоже открыла. Девять, семь, восемь, девять. Значит, это точно он вообще... То есть не по описанию древесный, удовый, цветочный, как вот эта штучка, да, разноцветная на храге. Не по пирамиде. Не пахнет вообще ничем. Очень странно. Ну, с монодиорио я вообще сильно очень на вы. И, наверное, пока никак не могу заинтересоваться. Очень странно. Я полагаю, что это чудовищно дорого. Девятка, десятка. И за что такие деньжищи, пока непонятно. Может быть, он в мозге очень индивидуален. Неплохой, да? Но меня совсем, совсем не очаровал. Так, десятый. Лишь бы его не пролить, блин. Если это прольется, это трэш будет. А, это десятка пролилась. О, да, вот она немножко пролилась. Бля, это будет жестко. Потому что это же на весь день. А это, друзья мои, тубероза. Она такая тоже немножко мятная, кремовая. Я что-то сейчас прямо вот корчу, да, морщу нос. Но на самом деле она неплохая. Просто она недостаточно зеленая, недостаточно ядовитая, недостаточно сладкая. То есть это очень странная подача туберозы. И не ретровая, и не слишком феминная. Не знаю, странный. Десять. Мыльная, пряная, зеленая, земляничная классическая тубероза. Ни камфорная, ни ядовитая. Ну, даже, знаете, тут я пишу земляничная. Это я как-то что-то рвала, не рвала и метала, а махала шашкой. И срубая какие-то эпитеты, привычные к туберозе, стыкующиеся, на самом деле. Ну, не сказать, что здесь земляника именно классическая туберозная, а просто именно какой-то ягодный, абстрактный аспект. Аромат очень сухой. Абсолютно лишенный сладости. Зелености тоже я здесь не нахожу. Вот он как бы подсушенный, как мыльная стружка. Ну, без альдегидных, то есть здесь нет альдегидной мыльности, которые там, скажем, я привыкла, когда я говорю про альдегидные ароматы, но есть вот эта сухость и уходовость. Но это надо любить туберозу. Я не очень люблю, я редко какую-то туберозу люблю. И здесь она, как бы, знаете что? Вот с туберозой имеет смысл, наверное, определяться. То есть она слишком специфический цветок, чтобы вообще никак к нему не относиться. Но имхо с туберозой имеет смысл определяться, вот какую я хочу. Я хочу, как у Фредерика Малли в Carnal Flower. Я обожаю эту туберозу. Это, наверное, из всех тубероз. Не считая, например, для меня органза нет туберозной. То есть он, окей, он цветочный и скорее туберозный, чем какой-либо еще. Но моноголоса тубероза я там не слышу. Я обожаю органзу, несколько разных фланкеров и все такое. Но это не туберозный аромат. Из ярких тубероз я люблю только Carnal Flower, потому что там есть много горькой зелени. И нет вот этого, ну, какого-то такого ядовитого, проститутского, какого-то нездоровья. Здесь тоже этого нет. Но это вот как бы и очень замылено в итоге. Сейчас узнаем, что тубер... Нет, есть тубероза. Ой, а-а-а, это Fusion Sacré Clare. Вот он такой, фу. Кофе я совершенно здесь не нашла. То есть я знаю Clare, Маш Дубиколи и Fusion Sacré, именно как кофе с ревенем и с туберозой. Но здесь я не слышу кофе и ревеня. Инжир, точно. Вот что я должна была считать, это инжир, конечно. Он считывается, здесь прям слышен. То есть инжирная тубероза. Ну, не знаю. Я не люблю Мажду вообще. Из Мажды я адский фанат. У меня есть флакон только Tender Lianui. Остальное все, что я слышала, самая жесть была недавно Зирьяб. Изумрудный такой, скорее, наверное, бирюзовый джуз. И сначала ты такой, боже, какие тюльпаны. Прямо чудесный тюльпан мрачный. И через пять минут это просто вонючка удовая, дешевая в духе манталя какого-нибудь совсем вот, ну, жесткого, безидейного. И ты думаешь, Мажда, зачем? А почему нельзя было классную первую фазу оставить хотя бы до середины звучание? А ты вначале очаровываешься. И, короче, со многими ароматами Мажды Бекали у меня так. То есть я марку не люблю. И Fusion Sacre Claire тоже меня не порадовал. Порадовал одиннадцатый. И у меня есть предположение, что это такое, потому что мы с Мариной общаемся. И я знаю, что у нее есть новичок в ее коллекции. Я не помню, как называется. То ли Кеми Кеми просто, то ли это вот какая-то разновидность Кеми, которая заявлена как вот, ну, я не знаю, заявлена ли, но мы это между собой обсуждаем как какой-то сырный аромат. Здесь эта нотка тоже есть. Поэтому я и думаю, что это Марина Кеми. Но я его носила, прям носила. То есть я попшикивалась и помазывалась, и все-все-все. Я его вообще берегу, потому что я его сношу. И тут там сколько у меня, пару миллилитров-то осталось. Что меня смущает в этом? Да, это брат, я бы сказала, даже сестра, in a way цейлона, in a way луксора к серджов. Я отношу именно к серджовским удам, потому что они делают их гурманскими, но не слишком причесанными, не слишком вкусненькими. Но вот этот прямо вкусненький. То есть мне нравится начало, когда еще чуть-чуть пованивает чем-то. И вот эта сырная ферментация прекрасная, но на мне в носке он такой карамельный. То есть это как будто бы у джасмин мед, вот, я цитирую Цейлон. Но чайности я здесь не слышу, хотя может она и есть. Я и в Цейлоне, честно говоря, чайность нахожу очень не сразу. Прямо, наверное, через несколько месяцев только я там услышала чай. Но по чудесной говнинке и ссанинке я считаю, что все-таки это уд такой. Но это может быть не кемия, потому что, ну как бы Марина явок паролей-то не издает, это же слепые затесты. Но я думаю, что это некий удовый аккуратненький оропчонок. Просто он очень сделан гуманно, очень вкусно. Сколько у меня? Восемнадцать минут, отлично идем. Вкусный, хороший уд. На мне слишком гурманский. Мне такое слишком сладко, слишком без зуба. Я хочу все-таки, чтобы это, если это уд, чтобы он был, чтобы он сохранял тестостерон свой. Здесь он очень мягенький, кругленький. И прямо карамельно, с цитрусовым. Ну вот эта цитрусовость не лимона, не бергамота, а скорее вот элеми. Смольная цитрусовость. Да, это вон, это вон. Кеми-кеми, блендинг мэджик. А, так тут карамель указана. Тут карамель указана в самой этой. Ваниль, вот это, да. То есть это гурманская история. Жасмина нету, а что же за цветы такие? Интересно, не знаю. Спасибо, Марина, я наконец-то познала. Тот аромат, о котором мы столько говорили. И вот у меня возможность есть прикоснуться к нему. Это редкая штука, дорогая. Да, подписываюсь вообще. То есть абсолютно диагноз мой созвучен с вашим, Марина. Потому что я тоже считаю, что это, конечно, сырный брат цейлона. Просто сестра. Это сырный, сестра в сыре. Мы с вами сестры воноздрях. А это вот сестра цейлона в сыре. Потому что по этому полутону они пересекают. Он здесь прямо сыр с медом такой. А слушайте, мед есть? Разумеется, нет. Ну это карамель с ванилью. Хорошо. И последний фигурант, 12-й. Тоже ничего не помню, не подсматриваю свои заметки. Окей. Ретруха. Гвоздика. Вообще не помню, что я про него писала. Вообще не помню. Гвоздика, смолы, бальзамы. Ну такие смолы, если они есть, они очень натуралистичные и умеренные. Что про тебя сказать вообще, детка? Ну-ка. Ретро-профиль. Жасминово, амброво, древесное, цветочное сани Маликой. Вот правда, я даже сейчас с пальцем ничего больше не могу. И это не шипр, на мой вкус. То есть он довольно округлый. И мха шершавого и горького там нету. Но... Ну, кстати, вы знаете, что? Кажется мне, что это не ретро и не винтаж. Именно по умеренности подачи. Все-таки, мне кажется, это гвоздика такая. Гвоздика с... Каким-то белым цветочком. С кисленькими смолами. Очень абстрактно. И вот... И я сколько не носила, и сколько сейчас я его не нюхаю. Я надеялась, может, с чистого листа у меня что-то прозрение какое-то на меня снизойдет, но... Даже ничего сказать больше не могу. Сильно вряд ли, я думаю, это ут, потому что уж очень. Но древесность есть. Он, знаете, на что мне похож немножко на проликс истуаровский? Именно светлое, янтарное вот такое от него ощущение. Древесное, медовое, но немножко... Мне немножко не до... Все. Может, надо просто попшикать от души было, чтобы он раскрылся. Не гурманский. Очень унисексовый. Истуарный и есть. Туберез. Ладно. Вот чего-чего. Туберезы и гвоздики здесь нет. Очень интересная тубереза. К слову, про скрытые туберезы. И зашифрованные вот это то самое. Истуары-затейники большие. Как можно сделать аромат с названием тубереза? И туберезы вверхах, в середине и в базе. И при этом туберезы не чувствуют пытливый нос. Три туберезы, правда. Везде и везде она должна. Слива, трава. Короче, не знаю ее. Очень странные туберезы. Ну, попшикаю я еще поношу. Мне больше он смолистый. Мне кажется, вот так. Марина, спасибо. Очень интересная была подборка. Если в первой серии я орала, то в этот раз я просто каждый раз... Не знаю, ну не знаю. Вот. За кеми отдельное спасибо. Я его жадно сношу. Хотя он для меня слишком сладкий, слишком съедобный и кругленький. Ну, вот так вот мое тело так с ним взаимодействует. Я его все равно сношу, потому что мне очень близок этот профиль. Ут не говняный, а вот, ну, как бы очень умеренный. Вот это умеренное анималика с такой... А, вот он у меня здесь. А по всему остальному вот мне что-то, понимаете, как будто бы... Как будто бы везде немножечко недо было. Не знаю. И, кстати, что прикольно, они все не весенние. Они все больше... Вот эти ароматы, они все больше осенние, зимние такие. Либо медитативные для дома, вечера, но не с утра. Это, кстати, один из моих любимых вообще классов ароматов. Потому что летние, утренние свежечки, это, ну, как бы для нашего брата это слишком просто. Тубероза. Пойду искать туберозу дальше, друзья. Уж очень интересно, где она здесь зарыта. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал Баба с телегой. И до встречи на моем YouTube-канале. И до встречи на моем YouTube-канале. И до встречи на моем YouTube-канале. Уж очень интересно.